Друзья, всем привет! С вами Ольга и сегодня мы прогуляемся с вами по одному замечательному парку. Я здесь ни разу не была, хотя и находится этот парк в трех километрах всего от нашего дома. Я к своему стыду здесь еще ни разу не была. И мы сегодня с вами, как обычно, поболтаем и прогуляемся. Я покажу вам красивые виды. Насколько я поняла, этот парк в китайском стиле. Построили здесь китайцы. Взамен корейцы построили корейский парк в китайском городе Гуанчжоу. В общем, они обменялись парками, так сказать, два города-побратима. Ну, посмотрим, посмотрим, каков он китайский сад. Вот такие здесь детали. Узоры, выточенные из камня. Красиво. Шикарная люстра. Так, в какую сторону выпадаться? Ладно, пойдем туда. Ну, просто так гулять мы не будем, как и обещала. Сегодня я расскажу вам о своих десяти, наверное, где-то интересных наблюдениях. Можно назвать это фактами о Корее. Но это не будут банальные факты, наподобие а-ля в Корее очень безопасно. Или корейцы трудоголики и прочие заезженные до дыр утверждения. Попробую добавить, так сказать, свои пять копеек. И первое, наверное, что пришло мне в голову сегодня утром, это тот факт, что корейцы практически не едят в одиночку. Даже меню во многих корейских ресторанах рассчитано минимум на двоих людей. Вы, конечно, не умрете с голоду, если решите поесть в Корее, и у вас не оказалось вдруг спутника на данный момент. Есть заведения такие, которые подают одиночные порции. В основном это фудкорты и всякие там Макдональдсы и все такое прочее. Но не удивляйтесь, даже если в этих заведениях вы будете ловить на себе сострадающие взгляды корейцев. С таким видом они будут на вас смотреть, типа, бедняжка, он, наверное, так одинок. Также правило, которое мы помним все из детства, нас учили, когда я ем, я глух и нем. В Корее это правило совсем не актуально. Корейцы есть молча вообще не умеют и не положено. За столом корейцы, как правило, довольно бурно дискутируют. Второй факт, который я выписала. В корейских ресторанах в большинстве случаев будет присутствовать сам владелец этого заведения. Ну, конечно, если это только не сетевой какой-то ресторан. Считается, что только хозяин заведения заинтересован в полной мере угодить посетителям. И, скорее всего, он будет вас встречать на входе и провожать. И пока вы едите, он будет подходить и спрашивает, устраивает ли вас обслуживание, вкусная ли еда и все такое. Помогать будет вам там жарить мясо или что-то готовить. Обычно в Корее, как вы знаете, готовится все на столе, тут же перед вами. И хозяин подходит, помогает, разговаривает, общается, как бы принимает полное участие. Это называется гостеприимство в Корее. Вот, третий факт, который я выписала. Не знаю, почему вдруг вспомнилось мне, но температура тела 37 градусов считается в Корее нормой. Если в России это считается уже повышенной температурой, в детстве, да, нам уже 37 градусов, самая-то оперативная температура, когда болит голова и все такое. Но в Корее 37 градусов, это считается полностью здоровый человек. И, да, я с детьми несколько раз с таким сталкивалась, что врачи и вообще люди, как бы, в Корее считается, что с 36 до 37 градусов включительно считается нормальная температура здорового человека. Довольно для меня было интересное открытие. Четвертый факт. Да, четвертый же уже идет по счету. У корейцев принято в тепле, зимой, например, да, зимой, когда холодно, в тепле держать только туловище и шею. А что касается ног и головы, это, как бы, вообще, в общем, это абсолютно не то, что у нас. К слову, многие корейцы зимой ходят в шлепках на босу ногу и абсолютно все ходят без шапок, включая грудных детей. Ну, исключение, это особый стиль, там, когда шапка подразумевается, да. Также здесь не знают о том, что если девушке посидеть на холодном голой попой, то можно себе что-то там застудить. В принципе, этот миф, по-моему, даже уже в России развенчали. В общем, сидя на холодном, ничего никогда простудить нельзя. Вот. Красивые все-таки вот эти крыши в китайском стиле мне очень нравятся. Отличаются от корейских. Так вот, в общем, корейские девушки зимой ходят с голыми ногами, в коротеньких юбочках и, в общем, вообще не парятся на этот счет. Пятое. В Корее практически нигде нет гардеробных. Мы привыкли, что в школах у нас, в театрах и прочих общественных заведениях есть гардеробная, куда можно сдать верхнюю одежду зимой. В общем, это такой удобный, удобный такой сервис. Но забудьте про это правило в Корее. Единственная гардеробная, которую я встретила здесь за 17 лет жизни, это при русском доме во время зимней олимпиады в Пенчане. Там действительно, как на родине побывало. Только заходишь сразу, гардероб, номерки, раздеваешься, проходишь. Кстати, муж у меня и дети так и не разделись там. Ну, для них это был какой-то шок. Зачем? Зачем раздеваться? Можно же в куртке пройти. Вот такой вот забавный факт. Смотрите, какая интересная порода камня. Говорят, что в этот парк китайцы привезли полностью все готовые уже объекты. И вот эти вот предметы ландшафтного дизайна, растения, все это было привезено из Китая. И сейчас зима, а вообще во все остальные времена года здесь искусственный фонтан. И стекают потоки воды. Довольно красиво это наверняка. Ну, а у нас на очереди пункт под номером 6. В Корее очень много сакуры. Или, как ее здесь называют, покот. Кстати, корейцы обижаются, если их вишню называешь сакурой. Так как они уверены, что родина этих цветущих деревьев именно Корея. Именно остров Чеджудо. А отнюдь не Япония. Я не знаю, почему у наших людей сакура ассоциируется исключительно с Японией. Но, скорее всего, это потому, что японская культура намного раньше начала проникать в так называемый большой мир. Тем не менее, вся Корея в апреле стоит как под снегом. Белые вишневые кроны вот этих деревьев. Они как роскошное кружево. Обрамляют все дороги, тротуары, парки и обычные дворы. И, несмотря на то, что спрятаться и скрыться от этой красоты у вас не будет ни малейшего шанса, есть целые районы и даже города, куда корейцы приезжают, чтобы налюбоваться этой красотой просто до обморока. И самый яркий пример – это город Чене. Хотите весенний отрыв к башке? Очень советую этот город. Никакая Япония рядом не стояла, да, и визу в Корею оформлять не нужно. Кстати, там живет прекрасный гид, лучший из известных мне в Корее, Катя. Катя не просила меня о пиаре. Пиар ей ни к чему, от туристов у нее и так отбоя не. Но для меня принципиально важно, чтобы люди, приехавшие впервые в Корею, безоглядно в нее влюбились на всю жизнь. И Катя вас влюбит, даже не сомневайтесь. Просто посмотрите на фото в ее инстаграме. Ссылку я оставлю в описании. И у вас у самих не возникнет сомнений. Так, седьмой пункт. Корейцы никогда не едят на ходу. Вы практически не увидите на улице человека, идущего и жующего, что бы то ни было. Или, например, идущего человека с баночкой пива в руке. Кореец скорее расстелит тот чари. Это такая подстилочка для пикников. Причем расстелить он ее может где угодно. В самых неожиданных местах. Просто на тротуаре, на дороге, под мостом, за мостом. В общем, вообще где угодно. И кореец сядет и только тогда перекусит или выпьет пиво. И выглядеть это будет мило и безобидно. Кстати, употреблять алкоголь на скамейках и лавочках тоже не принято в Корее. Либо в кафе, либо в виде пикника на земле. Прям портал между прошлым и будущим, правда же? И восьмой пункт у нас не менее неожиданный. Но все, что пришло в голову, как говорится. Таких фактов, по идее, можно и сто штук в день рассказывать. И все равно всегда останутся какие-то детали. Тем не менее, я выделила тот факт, что в Корее практически не заплетают детей. Как у нас, знаете, принято в школу косички, колоски плетут детям. Здесь максимум завяжут хвостик. Но в основном дети ходят с распущенными волосами. Я не знаю, чем это вызвано. Эстетическими какими-то предпочтениями. Или элементарно мамы не умеют или не хотят заморачиваться. Не знаю, но факт остается фактом. Косичек, колосков и других сложных плетений, каких-то на голове у детей, вы здесь не встретите. О, тут у нас, похоже, деревья магнолии. Есть. Да-да, вон вижу почки. Почки такие набухшие, мохнатые уже. Как будто бы вот сейчас распустятся цветы. Но на самом деле цветы распустятся только весной. Это мое любимое цветущее дерево в Корее. Девятый пункт я выделила. Он, возможно, кому-то покажется спорным. Но я заметила, что в Корее принято ориентироваться на Японию и Америку. Две эти страны являются этаким эталоном и примером для подражания. Если Россия, например, устремлена в Европу, у нас идеализируются европейские ценности, европейский образ жизни, то в Корее этого нет абсолютно. Что и, естественно, на мой взгляд, ввиду географического расположения страны. И да, корейцы могут сколько угодно осуждать Японию за исторически сложившиеся какие-то нелицеприятные факты. Но это никак не отменяет уважения к этой стране со стороны корейцев, к ее достижениям во всех областях. Ну а на Америку не равняться в наше время никто не может. Все-таки великая держава, двигатель прогресса. В Америке лучшее все технологии, киноиндустрия, экономика, инфраструктура, высшее образование. И можно так перечислять до бесконечности. Есть, конечно, косяки, какие-то минусы в виде повышенной преступности, например, или недоступной медицины. Но корейцы перенимают исключительно положительный опыт этих стран. В общем, американцев здесь уважают и японцев уважают. А к китайцам, например, такого уважительного отношения уже нет. Ну а к европейцам корейцы просто равнодушно относятся. Для них Европа это такой, знаете, туристический пакет. Вся Европа за пять дней. Поехали, пофотолить какие-то старинные здания и забыли. Не для всех, конечно. Есть те, кто интересуется там что-то как-то. Но я сейчас говорю про большинство корейцев. Вот такой вот интересный факт. Ну а тем временем мы с вами уже вышли из китайского садика и гуляем по обычному парку, коих во всех районах Кореи огромное количество. И у нас остался последний на сегодня, десятый пункт моего списка фактов о Корее. И гласит он, в Корее практически не разводятся. Да, исторически так сложилось, что брак для корейца это что-то большее, чем любовь. Это в первую очередь ответственность. Это союз, в котором и над которым требуется постоянно работать. И мужу, как бы и жене. Я сейчас не скажу вам точную статистику, но ни в школах, ни в садиках нам ни разу не встречались неполные семьи. То есть мама, папа, а также полный набор бабушек, дедушек у ребенка. Это такой вот, знаете, базовый набор предков. Правда, в последнее время участились разводы пожилых людей. Когда дети вырастают и ничего, в принципе, уже не связывает двух людей, партнеры выбирают свободу в старости лет. Но опять же, это очень маленький процент, если сравнивать с другими странами. Просто если раньше развестись было практически нереально, то теперь это стало немного проще сделать. Вот такие мои 10 фактов о Корее. Если вам понравился такой формат, ставьте пальцы вверх, и я продолжу свой список. Всех вас люблю, всех обнимаю. Всем пока!